Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 января 2017 года, вторник, по одному из старинных, 38-й день месяца Белоседения Покоя Мира, 7525 лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет называться «Принципы лингвистика волновой генетики». Часть вторая. Пётр Петрович Горяев, академик РАМ-НТ РАЕН, член Нью-Йоркской Академии наук, президент Института квантовой генетики, научный директор ВФ Генетикс Инг Канады Москва, сегодня с нами на связи. И, надеюсь, у нас сегодня получится плодотворная передача, ничем не вступающая в предыдущую. И я предоставляю Петру Петровичу микрофон для того, чтобы он поздоровался и начал доносить до нас очень полезные и интересные знания. Здравия, Петра Петрович! Добрый день! Добрый вечер! Итак, вторая часть. О чём мы сегодня поговорим? Ну, я бы в форме вопросов предпочёл, но если вас интересует техническая часть, то пожалуйста. Да, наверное, лучше сначала раскрыть тему техническую, а потом уже мы будем смотреть по чату, и какие будут вопросы появляться, будем их озвучивать. Дело в чём. Ещё Гуруч в 20-х годах прошлого века показал, продемонстрировал, что хромосома излучает некое излучение, фотоны, по-видимому. Ну, тогда ещё трудно было что-либо хорошо поставить экспериментально в этом плане. Но, тем не менее, значит, это его первая такая вот экспериментальная работа, которая, в конце концов, вылилась в гениальную совершенно идею, что наши с вами и вообще любые другие хромосомы являются источником света, слабого света. Значит, вот эта идея. И дальше он предложил, развивая эту мысль, предложил совершенно гениальную идею о том, что хромосомы имеют полевой, или, как сейчас говорят, квантовый эквивалент. То есть не только хромосомы работают как вещество и ДНК, которое содержится в составе хромосом, но и сама ДНК даёт некую реплику, копию самой себя на квантовом уровне, на полевом уровне. Вот это первоначальная такая вот идея Гурвича была. Мы её, значит, развиваем сейчас интенсивно. А, значит, Фридцарбер Поп, с которым я лично был знаком, покойный, к сожалению, нынче, он в многолетних исследованиях, которые длились нескольких десятков лет, показал, что хромосомы, клеточное ядро любой клетки, в том числе и человеческие клетки, человеческие хромосомы, излучают действительно свет, причём не простой свет, а свет когерентный, то есть как бы лазерный. Вот. И диапазон этого излучения лежит от ультрафиолета до красного света. Это было продемонстрировано приборным, многочисленные исследования, публикации и так далее. Сейчас не подлежит сомнению. Вопрос только, а зачем организму нужен именно когерентный лазерный свет? Он отличается от обычного света примерно так же, как вот если толпа говорит, получается шум, и трудно разобрать что-либо. А вот если толпа начинает скандировать какую-то фразу, какую-то мысль короткую, то вот это вот скандирование, когда все говорят одно и то же, и всё это сфазировано в одной фазе происходит, то это вот тоже как бы элемент когерентности. Так вот, фотоны, излучаемые хромосомом, они связаны в пространстве и во времени, то есть являются когерентными, упорядоченными, вот как хор, понимаете, как хор, отличается от беспорядочного разговора. Вот так же лазерный свет отличается от простого света. Кстати говоря, простой свет не когерентный, он улучшается многим биосистемам, вплоть до гниющих пней, и многочисленных насекомых, и светлячков, и прочее, прочее. Но там другой механизм, там не лазерный свет. И по другим механизмам. Так вот, не углубляясь в физику этого процесса, скажу, что вот эта вот идея меня очень заинтересовала. И даже поп меня приглашал работать в 92-м году в Германию. Хорошо, что это не получилось. Иначе я был бы до сих пор, считал бы эти фотоны там, потому что у него группа довольно слабых биологов. Но зато хорошая физика его. Но она, к сожалению, не сочеталась с биологами, которые были приглашены попом из МГУ. И встает вопрос, и перед ними он тоже стоял, и передо мной стоял. Почему именно конгерентные фотоны? Ответ очень простой, потому что конгерентные фотоны способны образовывать при интерференции голограммы. Вот эта голографическая память, генетический аппарат, это фундаментальное явление, которое демонстрируется в так называемых фантомных эффектах. Например, если там человек потерял палец, у него болит палец, или зуб ему вырвали, у него зуб болит, которого нет. Это фантомные боли. Даже вот утраченная рука тоже болит. И вот эти фантомные боли, они как раз проявление голографической памяти организма. А головной мозг тоже обладает вот такой голографической памятью. Это давно показано. Прибром, первый, который сказал об этом, что память коры головного мозга является голографической. Это очень важно, потому что для чего нужна голограмма? Собственно, вот я как генетик, как молекулярный биолог, я заканчивал кафедру молекулярной биологии, МГУ, но уже давно переквалифицировался в генетику, не такого генетика, а в квантового генетиках. Существенно отличается от классической генетики. Так вот, для чего нужно голографирование биосистемы, голограммы? А ДНК является, собственно говоря, в составе хромосомы. А если точнее говорить, хромосомный континуум, то есть не одна клеточка, не одно клеточное ядро, а континуум множества, сотни, тысячи. Значит, клетчатых ядер образует динамическую голограмму. Для чего она нужна? Очень просто. Для того, чтобы построить организм, вот аплодоторионная яйцеклетка, зигота, развивается, она должна превратиться в человека, в конце концов, или в лягушку, или в муравья, или в дуб, и так далее, и так далее. Значит, такая информация генетическая должна быть отображена в каких-то, так сказать, принципах. Один из таких принципов – это принцип голографии. Что дает голограмма? Она дает пространственно-временную картину. Будущего организма. Но не сразу, как в средние века предполагали, гомункулис сидят, так сказать, в яйцеклетке. И все, и такое получается. Сначала маленький человек, потом он делается большим. Нет, идет о развитии по частям. То есть строится пространственно-временная картинка, схема будущего органа. По частям, буквально по маленьким частям. Вот рука возникла, вот нога, вот глаз, вот нос, вот ухо и так далее. Это ведь строгая информация, потому что мы все люди имеем принципиально одно и то же строение. Так же, как и растения. Каждый вид имеет строго определенную архитектонику. И человек тоже. И бактерии, и любое живое существо. Так вот, чтобы задать вот такую пространственно-временную структуру, по которой развивается эмбрион, значит, не обойтись без голографии. Вот для чего нужны, собственно говоря, сверхслабые излучения, вот эти хромосомные, которыми располагает биосистема. И она сама себя строит, то есть основываясь на вот такой вот голографической памяти, которая дает возможность выстроить эмбрион в взрослый организм. Вот, так сказать, это как бы посыл, который у меня был в голове еще с начала 80-х годов, когда я начал работать методом корреляционной лазерной спектроскопии. Об этом я чуть попозже скажу. Так вот, возникла идея, уже через много лет, через много лет, когда я уже работал в Академии наук, Большой Академии наук, Уран, в Институте проблем управления. И там была такая лаборатория, где мы работали вместе с Георгом Георгиевичем Тартышным, которым мы потом 8 лет совместно работали, очень плодотворно. А он специалист по голографии. Вот, и я ему говорю, вот посмотри, ты же голографист, ты понимаешь, что хромосомы работают, вот создавая голограмму. Ну, то есть будущие, образы будущего организма, послойные, по частям, развивающиеся. Ну, вот подумай, как вот это можно описать вообще, термина голография. Ты как специалист в области голографии. Ну, что он эту идею очень хорошо воспринял. И мы начали работу очень интенсивно и хорошо. А потом возникла другая идея, тоже основанная на всех этих, о том, о чем сказал вам. Значит, а почему бы нам не имитировать лазерное излучение каким-нибудь лазером? Понимаете? Лазеров, сотни видов лазеров. Каких только нет. Но это лазерная физика, сюда мы углубляться не будем. Я не специалист. Лазерная физика, я поставил перед ним вопрос такой. Но он крепко задумался. А тут, понимаете, вот как вот проведение. В его лаборатории был один лазер, который использовался чисто в технических целях. И у него и задача перед таким лазером, так называемый газовый гелий-нионовый лазер с очень высокой точностью поддержания частоты, частотно стабилизированный так называемый лазер. Этот лазер, значит, использовали именно по тому, по тем целям, для которых оно было создано. То есть техническая голография, интерфелеведрия, значит, волоконная оптика и так далее. Вот. А, значит, я... Тут, я не знаю, осенило. Знаете, как вот бывает такое, да? Вдруг приходит идея в голову. А что, если мне не попробовать вот этот лазер использовать как модель излучений хромосом? А лазер в красной области. Это красный гелий-нионовый лазер. Длина волны 632,8 нанометра. И тут мне прям повезло. Понимаете, вот такое совпадение бывает. И идея такая вот... По-английски это звучит inside. Inside. Вот такой inside в голову пришел. Что, если попробовать вот этот лазер использовать как модель лазерных излучений в хромосомах? Это вот первая идея. А вторая идея, которая вслед за этой пришла, это то, что этот лазер работает на поляризациях. Я невольно забегаю в область физики, от чего, в общем-то, не должен слишком педалировать эту часть, поскольку я не специалист в области квантовой физики, тем более лазерной физики. Но все-таки скажу, потому что я худо-либедно разобрался с помощью Георга Герча, значит, этот лазер обладает уникальной способностью фиксировать объекты, если их сканируют определенным образом, значит, их свойство поляризовать свет. Вот этот красный свет, значит, если вы зонтируете этим лазером какой-то объект, если он обладает способностью поляризовать свет, то, значит, это оказалось фундаментальным свойством, и об этом я скажу чуть позже. А, значит, дело в том, почему меня заинтересовали поляризации, почему я накинулся на то, что у этого лазера две такие особые поляризационные моды, ортогональные, так называемые. Вот. Дело в том, что наши информационные биомакромолекулы, да вообще все метаболиты организма, они все оптически активны. Что это означает? Это означает, что свет, проходя сквозь наши метаболиты, будь то ДНК, РНК, белки, сахара, липиды, кофакторы, аминокислоты, нуклеотиды и так далее, и так далее. Весь вот метаболический котел, все эти тысячи метаболитов, они все оптически активно обладают способностью вращать плоскость в поляризации света. А любое вращение, в том числе и вращение векторов, электрического магнитного векторов света, оно связано с так называемыми торсионными или спинорными полями. Вот это, так сказать, ключевая часть, которую я интуитивно почувствовал и поставил перед физиком, перед тартышным задачу. «А нет ли поляризационной голографии?» Я так мельком слышал, что есть. «Ну, разберись с этим». «Да, это, в общем, большая область, поляризационная голография. А для чего?» Я это спросил. Потому что если голограммы, которые образуются хромосомами, все-таки имеют место быть, то они будут поляризационными голограммами. Более того, это будет не просто поляризационная, это будет спинорная или торсионная голограмма. Ну, значит, на этом я экскурс в физику, так сказать, закончу. А теперь перейду к тому, что сразу же у нас получились вот такие вот эффекты очень мощные. Во-первых, вот это такой вот сложно поляризованный лазерный луч, который подает этот, который отчуждает себя и производит этот лазер, значит, он оказался способным считывать информацию поляризационную, в том числе, и это самое главное, с молекул ДНК. То есть мы фактически получили запись молекулы ДНК в том поле, который производит вот такой лазер при сканировании молекул ДНК. А потом оказалось, что можно сканировать и молекулы ДНК, и белки, и вообще клетки, крови, даже ткани, живые ткани. И это казалось весьма существенным фактором. Почему? Потому что такая информация, считанная вот таким лазером, значит, она обладает огромной биологической активностью. Но не только это еще оказалось интересным и фундаментальным. а то, что сюда еще вмешалось другое фундаментальное физическое явление, которое называется теория локализованного света или теория локализованного потона. Тут к нам присоединился очень крупный физик-теоретик Максименко Владимир Владимирович, над которым мы много лет проработали и написали с ним одну из наших фундаментальных статей. Так вот, значит, вот такой поляризованный свет и в итоге голограмма, которую мы получаем при считывании информации с биообъектов или с молекул, в том числе с молекул ДНК, вот такой вот такой свет промодулирован вот таким образом по поляризации и образовавший голограмму. Это непростая голограмма, это голограмма на, повторяю, на поляризацию, поляризационная голограмма. Более того, казалось, что она по сути дела является еще так называемой голограммой бегущей волнительной интенсивности. Это Денисюк в свое время открыл вот такую голографию, но опять-таки меня заносит в область физики, но это очень важно, потому что когда мы получаем вот такую голограмму бегущей волны интенсивности, то вот здесь еще участие теории локализованного света заключается в том, что она является радиоволограммой, то есть не световой уже, а радиоволограммой, даже более широкой. Потому что фотоны в соответствии с теорией локализованного света превращаются в широкополосный электромагнитный свет, включая радиоволновый диапазон. То есть мы получаем как бы радиоволновой и шире на других диапазонах эквивалент того вещества, которое мы считываем в этом лазере. В том числе мы получаем волновой эквивалент молекул ДНК, то есть генов. Гены понятия более сложные, чем мы себе представляли раньше, потому что раньше считали, что гены это отрезок ДНК, который кодирует белки, и все. Нет. Мы показали, я показал в наших теоретических работах, в наших совместных статьях, что есть еще голографические гены. понимаете, вот то, о чем я говорил, что мы в итоге получаем радиоголограмму, и не только в радиодиапазоне, но и в шире. Ну и что, спросите вы, а вот что. Значит, если вы считали информацию вот этим лазером, то такая информация пошла по всему белому свету гулять, потому что лазер этот, прочитавший эту информацию, распространяет ее на все четыре стороны. Вот это голограмма бегущей волны инфлюзивности, например, в диапазоне радиоволок, она, значит, распространяется по всему белому свету. И вот, значит, и дальше мы взяли, как говорится, быка за рога. Значит, этот бык и его рога это болезнь, которая называется диабет. Диабет. Когда наша поджелудочная железа или любая другая поджелудочная железа любого другого организма высшего, она производит инсулин. Ну, не только, там еще другие гормоны производятся. Очень сложная система поджелудочная железа. Но инсулин один из важнейших гормонов, без которого человек погибает. Если у вас поджелудочная железа попорчена, то у вас возникает, говорят, диабет первого типа. То есть поджелудочная перестает производить инсулин. А раз она перестала производить инсулин, то возникает избыток сахара, сахарная комната, человек погибает, это первое типа, и ему нужно, чтобы он не погиб, колоть инсулин. Так? так. Вот. А идея у меня возникла такая, что а ну-ка дайте попробуем. Раз лазер считывает с помощью этого самого лазерного пучка и образуя вот эту монограмму бегущей волны интенсивности образует квантовый голографический эквивалент самой поджелудочной железы, то нельзя ли подать образ нормальной поджелудочной железы на крыс, которые больны диабетом? Сказано сделано в 2000 году мы поставили такой эксперимент на малом количестве крыс, 36 крыс всего было у нас. Участвовал в биофизике что впущено и там Кульков нам помогал, по-моему он сейчас замдиректора по науке если не ошибаюсь или ученый секретарь, я уж не отслеживаю его субботом. И вот привезли нам этих 36 крыс и мы сделали так называемую модель из алоксанового диабета. Взяли вкалоли алоксан крысам такое вещество которое разрушает бета-клетки поджелудочной железы и поджелудочной железы перестает производить инсулин. Значит соответственно крысы через 5-6 дней погибают. 5-6 недели максимум они погибают. На 99% случаев они погибают. Сделали такую модель вкалоли алоксан у нас по классике давно известно работать с алоксановой моделью они у нас погибли как следовало ожидать. А мы взяли хирургически выделили маленькие поджелудочные железы величиной лавочные лавочные губки помог куликов как раз в этом плане. И с них как структур содержащих нормальные островки Лангер-Гарса которые производят инсулин поджелудочной железы это островки так называемые вот нормально нативные хорошие островки и с них мы собственно говоря считывали информацию беря поджелудочную железу которую хирургически выделяли аккуратненько аккуратненько выделяли и вставили в лазерный пучок делали голограмму бегущей волны институционности и информация пошла на все четыре стороны и вот уже опытные крысы которые у нас в контроле уже погибли а опытные которым тоже вкололи алоксан они накануне гибели это где-то третий-четвертый день и у них уже они в полуагональном состоянии умирают отсутствию инсулина метаболизм сахара нарушен сахар огромный и животное вот-вот погибло и в этот момент мы как раз начинаем считывать информацию с этих поджелудочных желез которые мы выделили хирургически в нескольких новорожденных крысят той же линии что важно та же линия это линия вистор с которой работают все генетики вот и она значит вот эти прожилые железы построили источником информации квантовой информации голографической информации которая пошла видя в том числе и радиовол во все четыре стороны в том числе на этих бедных крыс которые располагались где-то примерно в двух метрах от лазера как источник этой информации хотя источник информации повторяю были поджелудочные железы вот облучили мы этих бедных крыс и они у нас через 10 дней выздоровели хотя если бы мы их не облучали вот такими голограмм бегущего волнительного они погибли как контроль контроль все погибли ну вот значит это был успех конечно это был успех такой понимаете ну он как бы ожидаем был но все-таки для нас это было такое полушоковое состояние потому что никто никогда значит диабет не лечил вот таким путем то есть мы фактически регенерировали поджелудочные железы потому что иначе производить инсулин нельзя у них же поджелудочные железы были уже испорчены деградированы алоксаном а тут они значит вошли в норму регенерировали по-видимому хотя мы этого не контролировали но просто по логике иначе вы инсулин не получите никак вот видите значит бедные крыски вот из этих 30 штук 36 штук значит у нас где-то сейчас не помню в 2000 год где-то там штук 12 наверное у нас ожило регенерировали у них поджелудочные и все нормальный метаболит все хорошо все прекрасно вот и дальше а дальше началось дальше началось самое интересное связано с этим лазером с этой технологией и вообще со всеми идеями которые у меня в голове зародились и несколько статей на статистическом написали я написал перед тем как я поступил в этот институт у меня уже была такая теоретическая разработка называлась волновый геном это первая на графе 94-й год где я идею голографии всячески обыграл с позиции генетики и вторая монография в 97-м году вышла называлась волновой генетический код то есть я был теоретически хорошо подкован генетико-биологическом плане а тут Георг Георгиевич как физик мне существенно помог и мы уже подготовили пару-тройку работ сначала теоретического плана а тут встал вопрос а что делать публиковать не публиковать потому что креста мало статистика маленькая хотя там все достоверно случайностью не объяснишь что так у них вдруг раз и поджелудочные регенерировали так не бывает значит мы решили придержать но потом тем не менее это особая история значит информация просочилась в интернет и стала доступна так сказать широкой публике да значит по этому поводу я там возмущался очень сильно но дело было сделано один из тех людей который участвовал в этих экспериментах он значит взял проболтался написал небольшую заметку она в интернете тоже была отслежена вот и значит через некоторое время после этой так сказать незапланированной публикации это ее назвать публикацией сложно но тем не менее информация просочилась и тут появляется предложение нам поехать в Торонто и продемонстрировать то же самое там ну как говорится мы долго не собирались нас отпустили вот несмотря что там первый отдел все такое прочее с моей точки зрения надо было конечно эти работы секретить но раз нас отпустили ну ради бога значит вы считаете что это можно хорошо ведь для нас самое главное было для меня самое главное было это доказать самим себе что мы правы а уж потом выходить на публикацию потому что никто никогда повторяю этих вещей не делал никто никогда не регенерировал поджелудочные железы с помощью вот таких вот умных радиоволн скажем если брать вот тот диапазон который мы используем в частности диапазон радиоволн вот ну пригласили да в 2000 году мы туда поехали и там мы проработали до 2001 года и там мы все это показали уже на большом большом материале протоколы все это было толщиной в два пальца протоколы значит отчетов очень четко корректно все это мы сделали причем канадцы нам так сказать ну как бы не то что не доверяли а ну давайте делайте свою часть лазером да вот а все остальное мы сделали ну хорошо прекрасно ну вот сделали получилось получилось блестяще там даже статистику не надо было не надо было подсчитывать сравнивать контроль с опытом там настолько это все четко было что дальше некуда вот ну и плюс к этому еще другой там экспериментик мы сделали тоже по моему предложению значит вы знаете такое явление как внутрибольничной инфекции когда роженицы очень часто вот они родили и заболевает и ребеночек и сама мать потому что кокковые инфекции они широко распространяются и самое печальное то что кокки бактерии такие патогенные бактерии они к сожалению очень быстро привыкают к антибиотикам наши больницы все всегда и во всем мире они нашпигованы антибиотиками и значит это особый долгий разговор но очень быстро привыкают к бактериям они же умные когда они собираются в количестве так сказать миллиардов миллиардов штук они работают как единый организм они соображают и они значит придумывают кавычках значит систему деградации антибиотика вот пенцилин десятки лет его использовали а потом большинство бактерий к нему привыкло ну сейчас практически ни одной нет бактерий которые чувствительны к пенцилину потому что свойство устойчивости к антибиотикам передается по наследству одна бактерия приобрела свойство устойчивости она передала поделилась передала дочерние клетки и так далее и пошло поехало и значит сейчас тысячи антибиотиков синтезируют от них все привыкает привыкают бактерии И вот внутри больничные инфекции Вплоть до заражения крови и гибели Детей и роженец Что делать? Надо новые антибиотики делать Через некоторое время опять привыкание Я говорю, давайте, ребята, мы сделаем Такую простую вещь Возьмем два штамма кока Это энтерококос хирая Есть такая бактерия Один штамм Одна, так сказать, линия генетическая Она стала устойчивая К одному из сильных антибиотиков Ванкомицин А другая, она чувствительная Сохранила чувствительность Другая генетическая линия Я говорю, давайте мы перенесем свойства Уж вы уже поняли, что мы переносим Генетическую информацию С биобъекта на биобъект Давайте мы считаем Говорю я Информацию с чувствительного На нечувствительный И превратим его тоже в чувствительный Зачем это надо А очень хорошо Тогда, если мы это докажем Тогда, значит, можно не синтезировать новые антибиотики А превращать устойчивую бактерию В неустойчивую К антибиотикам К старым антибиотикам И не надо будет производить Тысячи тонн новых антибиотиков Загрязнять окружающую среду И дешево И хорошо Сделали эксперимент Получилось Вот какая-то полоса везения Но везение такого Которое было подготовлено На моей многолетней работе Теоретической Я начал работать в этом плане Уже где-то с 80 С 84 года Когда я получил первые результаты Которые потом легли в основу теории То есть я был хорошо подготовлен И, соответственно, результаты Нет ничего более практического Чем адекватная теория Классическое положение Но совершенно правильно И в данном случае она тоже сработала Вот Так что И вот этот эксперимент тоже получился За него было заплачено На моих глазах Там передали чек на 35 тысяч долларов За проведение эксперимента В другой лаборатории Которая была специализирована На бактериях И, значит, мы там это показали Показали все Ну, а потом начались приключения О которых Мне уже противно вспоминать Я много раз рассказывал Короче, значит Когда мы все это показали Продемонстрировали Доказали То, значит, нам очень вешаю Сказали Ребята Значит, у нас Деньги заканчиваются Вы пока поезжайте в Москву У вас виза еще полтора года работает Так что мы вас позовем А мы сейчас подкопим денежки Да Ну, понятно, что Значит, нас Просто решили сбагрить Забрали, значит, наши лазера Под предлогом Что вы еще Подвернетесь Так что не беспокойтесь Все будет в порядке Протоколы не отдали Эксперимент Голые Уехали Хорошо я успел там Скопировать Кучу График Потом они Третью книгу Которую я написал В 2009 году Уже через Через 7 лет После возвращения Из Канады Лингвистико-новой геном Теории практики Грубо говоря Мы так, кстати В кавычках До сих пор ждем Приглашения Хотя прошло уже С 2002 года Слава Богу Сколько лет Значит, мы все ждем Ну, естественно Что это все смешно Мы ничего не ждем Понятно, что нас кинули Вот Но это на их совести На это на их совести Если эти знания Полученные нами И, так сказать Скопированные у нас Пошли на пользу делу Хорошо Прекрасно В конце концов Не надо жадничать Ну, то, что приоритет ушел Ну, бог себе Ладно Лишь бы люди были здоровы Вот Это, значит Вот Первое Самое мощное Так сказать Событие В нашей жизни И потом Мы опубликовали Значит, эту статью По результатам Канадских экспериментов Воспроизвели С помощью ребят Из Нижнего Новгорода Медики Талантливые медики Там Мальчика какая Такая Кандидат Пенсинских Наук Была Они предложили Давайте мы повторим Ваш эксперимент Вам же никто не верит Вот Мы сами сделаем все Хорошо Давайте сделайте Сами Я их обучил Они купили лазер Этот самый Гелиньоновый лазер Вот И, значит В Нижнем Новгороде Поставили Точно такой же Эксперимент Только там Не такие большие Расстояния Как в Торонто Потому что мы Эту Кинетическую информацию Передавали там От метра До 20 километров И даже От 20 километров У нас Крыс регенерировали Эти подживудочные железы А тут На малых расстояниях Чтобы просто В принципе Доказать На расстоянии Там 5 метров Допустим Идет регенерация То есть идет Передача Полевая Или квантовая Информация Генетическая Они это воспроизвели С хорошей статистикой Хотя и там Не надо было Особенно Напрягаться Там очень явные Результаты были Но тем не менее Посчитали Значит там По критерию студента А вариационная статистика Все прекрасно П меньше Однотысячной Все великолепно Все доказали Обрадовались Вот Я-то Только обучал Я не участвовал Руками там Но они настояли Чтобы я был В числе Соавторов Я говорю Не надо мне этого Нет Мы вас поставим Потому что мы не можем Хорошо Ну ладно Поставили меня Соавтор И мы отдали Эту статью Бюллетень Экспериментальной Биологии и медицины Знаете Вот И тут началась Вторая серия Так этих Самых Приключений Когда Эту статью Она была Опубликована Без всяких Замечаний Все Все хорошо Журнал Солидный Старый Журнал Ряд Коллеги Крупные Ученые Академики Доктора наук Опубликовали Скандал Что это Псевдонаука Ну короче Заработала Пятая колонна Но это особый разговор Больше Я на эту тему Говорить не буду Много раз выступал Мешают Мешают Они просто не хотят Чтобы в России Развивалась наука Тем более Такие прорывные Исследования Как Лингвистика Волновая генетика Вот Это значит Что касается Лазера И его способностей Но все-таки я упомяну Что там Работает Не только Физика Но там работает И лингвистика Спросите А при чем тут Лингвистика А лингвистика Вот при чем Дело в том Что гены Гены белков Которые в том числе И считываются Нашим лазером Эти гены То есть Посредственно Нуклеотидов ДНК Этих генов Она Лечевая Это мы доказали Значит Экспериментально В работе Ну это была Правда косвенная Доказатель Тем не менее Значит Если вы Методами Математической Лингвистики Обрабатываете Человеческие тексты Разумные Нормальные Человеческие тексты На русском Английском На любом другом языке То там Образуются Так называемые Фрактальные Фрактальные структуры То есть Самоподобные Структуры Которые повторяются В разных масштабах Это казалось Чисто математическая Вещь Но она Очень характерна Именно для Разумных Текстов Если вы Билиберду Какую-то Возьмете Это бессмысленный набор Значит Букв То у вас Никогда Фракталы не получатся Здесь получились Вот А мы еще и сравнили С текстами генов То есть Брали буквы генов Тоже методом Математической Лингвистики Обрабатывали И тоже получили Такие же Фракталы Значит Это Фундаментальное Свойство Текста Фрактальность Почему Я объясню Что такое Фрактальность На уровне Лингвистики На уровне Текста Дело в том Что Вот это Самоподобие Оно Смысловое Вот например Взять книгу И оглавление Книги Оглавление Книги Книга Это одно и то же Да По информации Просто там Масштабы разные Вот Значит Вот вам Пример Это Фрактальное Сжатие Или Например Басню Берете Басню Крылого Там Короткий Текст А смысл Огромный Да Смысл Огромный Потому что Сжатие Информации Идет в коротком Тексте Вот Можно написать Слово Война и мир А можно написать Книгу Война и мир Знаете Тоже как бы Одно и то же Но в разных Масштабах Вот Вот Такая вот Фрактальность Сжатие Смыслов Высшей формой Которой является Уравнение Например Тематики Да Физики Когда Большие Объемы информации Сворачиваются В очень короткие Формулы Ну Эра формула Е равно Мц квадрат Эйнштейн Сказал Не эта формула Хотя на самом деле Не его формула Нам было написано Нам удолбили в голову Что это Эйнштейн Но не об этом речь Значит Генетическая информация Она кроме Того что она имеет Вот такую физическую базу В форме Квантовых Эквивалентов Хромосом В форме Голограм Она еще имеет Отображение В виде Текстовых Характеристик Смысловых Характеристик И даже генетики Сами не подозревая Об этом Пишут Что да Вот есть бессмысленный ген А вот есть смысловые Последовательности Там Генетический парад Принимает решение Рибосома читает Знаете Сами того не подозревая Они говорят Что да Вот читает А что читает Читает текст А текст это всегда Разумная конструкция Мозговая конструкция Продукт мозга И вот Даже И такая мысль была Что Передавая Вот такую генетическую информацию С помощью Вот таких лазерных Залучений Схоричных лазерных Залучений Значит Мы фактически Делаем телепатию Почему Телепатию Потому что Телепатию Это же передача мыслей На расстояние Так А слово Текст Это всегда Продукт мыслей Так Передавая Значит Текст в виде Генов Мы фактически Телепатируем И поэтому Вот те самые Крысы Которые у нас Выжили А в контроле Погибли Мы им телепатировали Генетическую информацию То есть Текстовую информацию Я знаю Как сделать Так сказать Нормальную Телепатию Уже на высшем уровне Скоро головного мозга Если использовать Электроэнцефалограммы Которые В общем До сих пор Не расшифрованы Все пытаются Вытащить мысль Из электроэнцефалограмм Не получается Не получается Понимаете Ну это долгий разговор Я уже В нейрофизиологию Ушел Значит Я только кратенько Скажу Что Это Чрезвычайно важно Если мы Сумеем Так сказать Телепатировать Уже человеческую мысль Не гены Человеческую мысль Это можно сделать Да Вот С помощью наших технологий Лазерных То это будет еще Один Так сказать Рывок Вот Значит Вот эти два аспекта Я вам немножко осветил Кратко ввел Суть дела Значит Что касается Генетической биоголографии И текстовых Аспектов Генетического Кодирования А там еще Есть другой аспект Совсем уж Кратко скажу Потому что Тут уж такая глухая Квантовая физика Что дальше некуда Это Явление Так называемое Парадокс Эйнштейна Подольского Розова Это когда Две элементарные частицы Которые находятся В связанном состоянии Таком спутанном состоянии Да При разлете этих частиц Они сохраняют Некое подобие Коммунционной связи Даже на бесконечно Больших расстояниях Это следует Из формализма Физики Вот Значит А при чем здесь Вот такой ЭПР-эффект Эйнштейна Подольского Розова В генетике Очень важный Аспект Чрезвычайно важный Который обеспечивает Жизнь Многоклеточных Биосистем Потому что Клетки Наши клетки Клетки Высших организмов Да и низших Тоже То есть Любой Многоклеточный Организм Значит Обязан Осуществлять Коммуникацию Между клетками Да Информационное Общение Между тканями Это давно Показано И органами Это нервы Да Нервная передача Это примерно 100 100 метров В секунду Это максимальная Скорость Значит Там общая Информация Идет Такая От глаз Например От ушей Или это Двигательные Информации Мышцы Сокращены Но это Не та Информация Которая Содержит Много Имеет Большое Содержание Смысловое А вот Когда мышление Сознания Тут уже Высокая Работа Мозга И работа Нервных Импульсов Как Кодируют Нервные Импульсы Неизвестно Значит Ну это Опять Так Уход Немножечко В сторону Хотя Это Важно Я Веду К тому Что Телепатия Это Страшно Важно И В этом Надо Работа Так Вот Значит Эта Телепатия Она Ощеляется В частности За счет Вот этого Самого Эффекта Эрштейна Подольского Розена Когда Спутанные Элементарные Частицы При разлете Сохраняют Связь На любом Расстоянии Между собой Это Мгновенность Информационная Мгновенность То есть Передача Даже слово Передача Не годится Потому что Передача Предполагает Время То есть От одной Частицы К другой За какое-то Время Должна Перейти Информация Она Сразу Учисляется Потому что Получается Как бы Длинный Фотон Так Вот Значит Так вот Значит Для чего Это Биосистема Это надо Очень важный Очень существенный Контриментальный Аспект Клетки Между собой Должны Общаться Быстро Вот Даже Передача Нервного Импульса Это Медленный Процесс Максимум 100 метров Секунды А Химическая Передача Информации Тоже бывает Диффузия Между клетками Веществ И Другие Формы Передачи Вещества От клетки К клетке Это Известная Вещь Но Это Очень Медленная Передача Информации Спрашивают А как Когда Эмбрион Развивается Мы Должны Знать Друг О Друге Все Иначе Не будет Нормального Эмбриогенеза Как бы Вы Не Старались Так Так вот Прочинно-следственного Такого Аспекта Что Вот Начали Причина А потом Следствие Тут Причина Следствие Связано Вместе Это Даже Эйнштейн Напугало Но Это Спасает Биосистему Это Позволяет Контролировать Самое Себя Сотни Миллиардов Клеток Даже Если Была Скорость Света Была Между Клетками Фотоны Пожалуйста Но Даже Если Просто Идет Тупая Фотонная Передача Информации Сотни Миллиардов Клеток Нельзя Организовать Так Чтобы Они Знали Друг О Друге Все А Квантовая Локальность Передача Мгновенной Информации Обеспечивает Мгновенное Знание Организма О себе То есть Каждая Клетка Знает О каждой Все И сразу Но Эта Информация Квантуется Потому Что Если Все Сразу Знать И И И И И И И И И Когда Клетки Квантуют По-умному Берут Тук Что Надо Им То Это Обеспечивает Выживаемость Биосистем Вот Вот Вам Еще Один Аспект Чрезвычайно Важный То есть Лингвистичность Голографичность И Квантовая Локальность Ну И Лазерные Свойства Конечно Тоже Вот Теперь Значит Чуть Поподробнее О том Что Что Еще Можно Делать Вот Такими Квантовыми Эквивалентами ДНК Или Генов Если Хотите Да Ну Первый Успех С крысами Все это Хорошо Замечательно А если Взять Что-нибудь Не менее Важное Например Головной Мозг Или Спиной Мозг Поврежденный Спиной Мозг Значит Информация Прекращает Работать Нормально Спинного Мозга Человек Обездвижен Обездвижен Он Не подвижен Абсолютно Если повредить Определенные Зоны Мозга Головного А тем более Спинного Мозга То есть он Обезбит Паралитик Парализованный Может лежать Годами И в конце концов Умирает Нет Способов Регенерации Спинного Мозга Вот кстати Вернее Не то что кстати А вот Просто к слову Спиридонов Такой вот Есть Программист Парень Молодой Талантливый Да У него Генетическая болезнь У него Тело усыхает Работает только голова И тело Постепенно Отмирает Ему предложили Ну давай Мы твою голову Пересадим На здоровое тело Если будет Удачная Кавычка Удачная Катастрофа И человек Погиб У него Только голова Порождена Он мертвый Но тело здоровое Говорит И вот Вот сейчас идет Идет дискуссия Пересаживать Не пересаживать Я прогнозирую Я прогнозирую Что если Пересадят голову То Погибнет Парень Спиридонов Пишу Этому Самому Итальянцу Хирург Забыл Фамилию Говорю Давайте Значит Мы вам Поможем Потому что У нас Есть опыт Я сейчас О нем Скажу Регенерация Спинного Мозга Потому что Вы без этого Не обойдетесь Это отрезали голову Перерезали спинной мозг У этого бедного Спиридона Вот все Человек погиб Просто А что мы сделали Значит Доказывая Нашу правоту Уже Вот в этом Аспекте Регенерация Спинного Мозга А можно Головной Мозг Регенерировать В каких-то Пределах Поверь Но Тем не менее Можно Так вот Спинной Мозг Тут Все-таки Четко Показали Значит Есть такой парень Мэтт Кохен Мэтью Кохен Из Яганасбурга Южная Африка И мамочка Мне его написала Она бизнесмен Что имеет Хороший бизнес Деньги Вот Помогите Парню Он Участвовал В гонках На мотоцикле Разбился Порвал спиной Мозг Сейчас лежит Парализованный Уже больше Десяти лет Пытались В Голландии Лечить Использовали Стволовые клетки Значит Вкалывали ему Думали Что это Панацея Сейчас же Многие Ох Стволовые клетки Стволовые клетки Они ведут Как правило К раку Потому что Они же должны Дифференцироваться Получить команду А если Никакой команды Нет Стволовым клеткам А напомню Стволовые клетки Каждый наш Орган Каждая ткань Имеет свои Стволовые клетки В том числе И жировая ткань А стволовые клетки Они живут В режиме ожидания Команды Во что им превратиться В мышечные клетки В костные В мозговые клетки В клетки Нейронов Спинного мозга И так далее Значит В организме Это происходит Естественным путем Как еще никто не знает До конца Ну вот Начинают колоть Эти самые Стволовые клетки И добиваются Как правило Только что Рак Но иногда Везет И они начинают Работать так Как нужно И там Что идет Какая-то регенерация Чего-то там Небольшие Такие Регенеративные Процессы Все-таки Наблегаются Но это Очень редкие случаи Почему Не понимают Значит Я думаю Да давайте Мы сделаем Попытаемся По крайней мере Я говорю Этой самой матери Мэти Кохина Давайте попробуем Значит Ну давайте Вы его привезите Может посмотрим Ну привезли Его из Иганбурга Трудно Конечно Там человек Неподвижный Привезли Посмотрели Да Неподвижный Ничего Они не могут делать Попытки там Что-то вылечить Его стволовыми клетками Значит Незапрограммированные Ничего не дало Неподвижный Значит Ну мы Значит Хорошо Давайте мы Значит Делаем Вот что Мы возьмем Жировой ткани Мэтью Выделим Оттуда Так Мезонхимальные Стволовые клетки Они чем хороши Они не отторгаются У них Так сказать Нет Иммунного ответа А тем более Ты берешь От самого Пациента Тем более Значит Никого отторжения Не будет Не берем От чужого Дядя Его собственно Клетки Выращиваем Ну вот Значит И мы Будем Программировать У нас Есть Так Ноу-хау Мы знаем Как программировать Давайте Будем Делать Вот И даже Первый сеанс Одно введение Запрограммированные Соловые клетки Мы сделали И на следующий День Его увезли Обратно В Еган-Эсбург А мы Решили так Что мы Сейчас Будем Здесь В Москве Трудно сделать Это Невозможно По разным Причинам Долгий разговор А там Относительно Спокойно Можно Это делать И значит Наши сотрудники Стали туда летать Так вот В чем заключается Вот эта работа По регенерации Спинного мозга Значит Мы берем Своловые клетки Этого самого Бедного парня Мы эти Упохли Снимаем Информацию С Спинного мозга Эмбриона Человека Абортивного Свяжего Маленькие Эмбриончики Размером 2-3 сантиметра Мы хирургически Выделяем Значит Спинной мозг Почки Печень Сердце Все что там Смогли Снимаем Информацию Записываем Ее Значит Принимая эту информацию В радиоволновом диапазоне И записываем Просто как звук А звук Содержит Может Переносить Торрессионную информацию Это Это физика Значит Здесь мы В эту область Пока не вторгаемся Но факт То что Значит Можно записать В виде звука Значит Вот такую информацию Торрессионную С Эмбриона Спинного мозга Вот такого Мариончика И потом Специальные Зеркала Козырева В виде труб Таких Мы Фокусируем Это излучение Записанное нами В радиоволновом диапазоне А здесь будет просто Торрессионное поле Излучаться Потому что Мы уже не звук А просто Вот так сказать Через эти трубы Подаем И облучаем Его стволовые клетки Мезонтимальные Стволовые клетки После этого Мы их Выращиваем А они у нас Уже запрограммированы На Цитодифференцировку В сторону нейронов Знаете Вот чем отличается Наша технология От того что Пытается колоть Просто стволовые клетки Это бесполезно У нас уже Они вспомнили Мы им ввели информацию Дальше мы выращиваем Эти клетки И в определенной Концентрации Эти клеток Вводим Прямо внутривенно Бедному этому Мэтью Кохену И так продолжалось Два года Наши ребята Туда летали Делали Обучили всему Отдали эти программы Отдали значит Зеркала козырева Трубы Которые Могут фокусировать Это излучение На Определенные участки Культуры клеток Вот этих самых Мезонтимальных Стволовых клеток И в течение Двух лет Они Парню вернули Кохену Он сейчас С палочками Но ходит С костыликами Но в основном Использует Коляску Конечно Потому что Он же лежал 12 лет почти Неподвижно Мышцы деградировались То есть Он их развивает Постепенно Развивает Потому что Там мышц Некони Но зато Он руки Хорошо развил Он подтягивается На руках Вот Значит В общем Он функционирует Практически Нормально Он С ручным Приводом Водит машину Он имеет Свой бизнес Вот У него даже Есть Инстаграма Я там Многим уже Передал ее Там Показано Как он Подтягивается Как он С костыльками Ходит Как он Там Боксирует Есть специальные Тренажеры Такие Когда Вывешивается Тело Чтобы Облегчить Нагрузку На ноги И Значит Помогает Ходить Человек И он Разрабатывает Свои мышцы То есть Парень Начал Практически Здоровый Образ Жизни Ведет Нормальный Кроме Того Что Ноги Еще Слабенькие Вот Это Был Второй Успех Очень Крупный Успех Вот Вам Еще Один Аспект Так Сказать Одно Применение Фундаментальное Применение Того Что Можно Программировать Стволовые Клетки Человека Практически Любым Органом Например Сердцем Почками Печенью Поджелудочной Железой Сосудами Тканями Сосудов И так далее И так далее То есть Перед нами Стоит Широкая Перспектива Регенерации Органов И тканей Человека Старых И замена Их Постепенно Замена На молодые Вот это Реальное Торможение Старения Не то Абстрактное Которое Мечтает Что-то там Выпил Какие-то Антиоксиданты Что-то Кулачок Придумал Это Тупиковый Путь Никуда Не ведущий Просто Заменяем Тоже Как у Мэти Кохина Как у Крыс Заменили Отсутствующую Поджелудочную Железу Абстрактное Живет И Чувствует Себя Относительно Нормально То есть Перспективы Огромные Вот Другие Мы не Трогали Пока Перспективы Они тоже Огромные Потому что Вот это Вот Возможная Телепатическая Передача Которую Я вот Хочу Сделать Рано Или Помню Если Помогут То мы Все Это Сделаем Это Выход На Биоинтернет Вместо Электроники Мы будем Использовать Биоэлектронику То есть Ту самую Электронику Биологическую Вот С помощью Которой Происходят Информационные Процессы Значит Межклеточные Ну и Внутреклеточные Тоже То есть Вот этот Квантовый Мир Нашего Организма Он Конечно Уже давно Изучается Но Там Прогресс Не очень большой Был Но сейчас Я надеюсь Что с нашими Работами Все таки Будет Рывок Будет Но Только нам Надо Помочь Потому что Помощь пока Мы не получаем Не жалуемся Ну Трудно Потому что Конкуренция Есть Конкуренция У нас же Были случаи Когда мы Зубы Бабушки Вырастили Коренные Зубы Значит Еще один Аспект Когда мы Правили По массе С кровью Ее внука У которого Меняли Зубы Молочные Коренные Лечили От диабета Параллельно Получили Что у нее Произошла Регенерация Трех Коренных Зубов Но это Был единственный Случай После этого Работы Были вынуждены Прекратить По независимым От нас Причинам Так что Перспектива Огромная Можно говорить Об этом Часами Я думаю Пора Перейти На вопросы Да Вопросов Достаточно Много Скатилось Итак Вопросов Владимира Измитича Несколько Такой шутливой Формы Но там Я чувствую Есть такая Глубокая Мысль Итак Петр Петрович Как сделаешь Такое Электронное Устройство Чтобы оно Генетически Волновой Сигнал Тугурцов Усилило И проецировал На помидоры А то у меня Поха растут Почему Такой вопрос Час назад Читал Что китайцы Делали по этой теме Такой прибор Получается По сути Так господи Это работает Зиан Канжена Которого Лично знаю Он там Получал Гибриды Значит Пшеницы И кукурузы Из кукурузного Початка Значит Вырастали Еще и пшеничные Колоси То есть Понимаете Чем еще Волновая Генетика Точнее Литвисик Волновая Генетика Хороша Там нет Барьеров Межвидовых Барьеров Вы можете Скрестить Что хотите Понимаете Это Пожалуйста Вы можете Скрестить Бообаб С земляникой Хотя это Бессмысленно Я говорю Просто теоретически Это возможно А вот Зиан Канжен У него Другая аппаратура Вот у нас Лазерная аппаратура А он Ту же самую Информацию Генетическую Снимает С помощью Своих Специальные У него Такие Структуры И коса Ядры В которые Он помещает Донора С которого Считывается Информация И передается Во второй Блок Где эта информация Воспринимается И он получил Массу гибридов В том числе Козы Значит С кроликом Да У кролика Рисцы Превратились В некое подобие Роков Вот Ну и другие Там У него Много гибридов Растительных Вот Его долго Долбили в Китае Потом Он перебрался В Россию Значит Его тут Тоже Начали пинать Вот Но тем не менее Он выживает Живет В Хабаровске Собирается жить Больше ста лет Сейчас ему Где-то уже Восемьдесят Около Восемьдесят Близко Вот То есть Он не унывает Я с ним беседовал Много раз Он практик Он колоссальный практик Он на интуиции работает Потому что Когда читаешь его Теоретически Так сказать Попытки объяснить Дать теорию Да То она В общем Вызывает улыбку Но зато Практик Он гигантский Причем Он первый Практическим Волновым генетиком Он начал работать В 1959 году В этом направлении Когда я еще Только школу закончил О А также Зян Канжен Это Товарищ Гигантский Так вот Отвечая на вопрос Товарищ Значит Можно любые гибриды Получить Пожалуйста Это страшно выгодно Если это использовать В сельском хозяйстве Я много раз Предлагал Но Знаете Люди То ли не понимают То ли боятся То ли считают Что это бред Какой-то Вы пшеницу Чтобы сорт пшеницы Это 15-20 лет Работный Новый сорт пшеницы Получить А мы можем Перенести информацию Быстро И вы можете За один сезон Получить уже гибрид Не говоря же О двух-трех сезонах Мы первые Одни из первых Я уж не говорил об этом Эксперименте Когда мы Передавали Такой Довольно Смешной Эксперимент Но тем не менее Он был Когда мы брали ДНК Выделенную Из цыпленка Из Куриная ДНК И передавали На прорастающую Картошку Картофель Но она в темноте Относительно быстро растет Столоны Так называемые Растают А когда мы подали Информацию Куриную Информацию На картофель То там Скорость роста В тысячи раз Возросла На этих столонов А потом Мы высадили Такие вот Обработанные нами Картофелины И во втором поколении Получилось Что там Выскочили Такие Помидороподобные Структуры А почему Именно Помидороподобные Потому что Томаты Помидоры И картофель Посленого Это одно И то же Семейство Посленого Это двоюродные Братья И мы Видимо Затронули Палеогенетическую Память Которая Когда-то Так сказать Присутствовала Геномия И присутствует Сейчас Когда еще Они не разошлись Вот на Томаты И картофель Понимаете Мы получили Такие помидороподобные Структуры Я в институте Картофелеводства Показывал Там конечно Удивлялись Но не совсем Помидоры Они такие Красные Все Но Напоминали Томаты Помидоры Вот Вот такие Гибриды Можно получить И Более того Есть еще Другой аспект Связанный Тоже С волновой Генетикой И тоже С растениями Масса сорняков У нас Я уж Предлагал Там людям Знаете Подмосковье Сейчас заражено Таким Зонтичным Растением Борщевник Ядовитое Ядовитое Растение Там Даже студенты С биофака Использовали его Там Пытались Какие-то Насосы делать Трубки Какие-то Потому что Трубчатые степли Такие мощные И отравился Парень Умер Значит Яд Ядовитое Значит В корм скоту Не дашь Скот Будет погибать Что делать Если убивать Гербицидами Сами Поотравляемся Надо огромное количество Гербицидов Вот Значит Не знаю Что делать Я говорю Давайте мы сделаем Потому что у нас Есть эксперимент Когда мы Брали Испорченную ДНК Одного Из видов Растения Так Резушка Талия Называется Арабидопсис Тельяна Изучины Вдоль и поперек Растения Вот И передавали Информат 7 километров На прорастающие Семена Вот этого Из ушки Талия И мы получили Мутацию А точнее Квазимутацию Долго рассказать Почему это Квазимутация Но тем не менее Это мутация Вот И у нас Значит Они В втором Поголении Погибли То есть Мы Если мы Подаем На растение Его же Генетическую Информацию Но испорченную То Оно Значит Погибает Вот Вам способ Борьбы С сорняками С колорадским Жуком Среди Сорняками Ну их полно Этих Вредители Вот Институт фитопатологии Например Пытаются Спасать урожаи При хранении Зерна Овощей И так далее Очень много Всякой Так сказать Заразы Плесень Бактерий И так далее Не знаю Что делать Миллиардные убытки Миллиардные убытки Я продолжил Давайте Попробуем Квантовый метод Экологически Чисто Избирательно Убивать Различные Фитопатогены Ну вот Не знаю Как На это дело Сореагируют Что-то Вроде Прислушались Вот Вам Еще Так сказать Один Аспект Прикладной Другой Аспект Связанный С тем Что Генетический Аппарат Работает Фактически Как Квантовый Биокомпьютер Значит Давайте Делать Квантовые Биокомпьютеры Не так Как делают На Западе И у нас Сейчас Пытаются Да Используя Различные Так сказать Кристаллические Носители Информации Для создания Квантовых Биокомпьютеров Используют Саму ДНК Потому что Она вот Природа Отработывает Наши С вами Хромосомы Работают Как Квантовые Биокомпьютеры Которые Осуществляют Мгновенную Обработку Чудовищного Количества Информации Вот Связанную С передачей Генетической Информации На расстоянии Это же Работа Квантового Биокомпьютера Коим Является Наша С вами Хромосомная Аппарат Еще Если Например Сейчас Представить Вы Предложили Бороться С теми же Слизняками К примеру То есть Необходимо Тогда Ставить Вот этот Лазер Необходимо Взять Слизняка Какого-нибудь И что Дальше Делать Не так То есть Так как Мы делали Соробидопс С резушкой Тали То есть Мы Из Слизняка Или Из Патогенной Бактерии Или Из Патогенного Вируса СПИДа Зика Гриппа Выделяем Его ДНК Или РНК Так После Эту ДНК Она Уже И так Поврежденная Когда ты Выделяешь Ты рвешь ДНК РНК А мы Еще дополнительно Можем Уносить Поломки Ультрафиолетовым Излучением Или Рентгенским Излучением А можем И избирательно На определенные Места Воздействовать Методы Такие Есть Когда Используют Различные Реагенты Которые Взаимодействуют С ДНК С РНК Значит Получили Испорченные Генетические Параты То есть Мы получили Источник Дезинформации Не информации Дезинформации И так же Как мы делали С Робидоксом Мы считываем Такую поврежденную ДНК Информацию И там На расстоянии Семи километров У нас Эти самые растения Погибают Мутируют Погибают Вот вам Так сказать Пожалуйста И поэтому Из слезняка То же самое Можно выделить ДНК Внести В эту ДНК Определенные изменения Повреждения И обрабатывать Причем Это экологически Чисто И избирательно Вот не так Как гербицин Там Жахнул У тебя там Все дохнет Живое Неживое И растения И почвенные бактерии И пчел И все это Будет гибнуть А здесь Ты воздействуешь Точно Избирательно На именно Тот Объект На который Из которого Ты выделил ДНК Знаете Как удобно Экологически Чисто Никакой химии Ничего Избирательно Уничтожил Вредителей То есть Ни на человека Ни на окружающую Другую среду Кроме этих Сознанков Здесь не будет И получается Так В общем Это небольшой Вредитель Среди Какая-то Блесень На плесень Воздействовали Все Блесени нет То есть Небольшой Получается Лазер Внутри Где Лазер Не надо даже Лазер Лазер нужен Только для получения Информации Такой Убивающей Информации А ее можно записать На носитель Записать на носитель Записать в формате MP3 Или Wave Радиоволну А потом Это дело Прочитать Так сказать Этот звук Или поле Оно пойдет В окружающую среду И достигнет Объекта Адресно Достигнет Объекта Очень удобно В кармашке Несешь флешечку Которая убивает Так сказать Колорадскую руку Или слезняк Или еще При этом флешечка Должна звучать Или просто Находиться в кармашке Конечно Надо ее вставлять И проигрывать Плеер А плеер Дает звук А в звуке Торсионное поле Причем музыка Причем музыка Любая Туда Зашивается Внутри Вот это Звучение Да Только зачем Пожалуйста Зашивайте Любую Мы вот сейчас Делаем такие Матрицы Которые Лечат людей Но иногда Мы делаем Туда и музыку Чтобы Потому что там Сама эта информация Исходная Действующее Начало Оно Звучит неприятно Такой как бы Шум Такой Поэтому Мы можем добавлять Любые мелодии Снижение Неприятного эффекта А потом Сейчас мы В принципе Бросили Это же как Лекарство горькое Но ты же его пьешь Ну послушай Немножечко Так сказать Шумовой спектр Ничего с тобой Не случится Хорошо Следующий вопрос От Алексея Войтенко А хромосомы Излучают Электромагнитные волны В видимом диапазоне Я уже говорил В начале Водные части Хромосомы Излучают Значит Фотоны В диапазоне 250-800 Нанометров То есть От ультрафиолета До красного света Это Когерентный свет Очень слабый Его так называют Ultra-Wick Fields То есть Сверхслабые поля А там И не надо Больших мощностей Такого излучения Потому что Там же работает Не сами фотоны А торсионные Составляющие Любое Электромагнитное Излучение В том числе И фотонные Оно имеет Торсионную Или спинорную Составляющую Это область В химии Сейчас Развивается Это так называемая Область Спинтроники Когда Спиновыми Состояниями Влияет На химические Реакции И можно Управлять Химическими Реакциями С помощью Того Что меняет Спины Ягератом Которые Участвуют В химических Реакциях Так Дальше Владимир Размытищ Петр Петрович Спинслужба Применяет Механизмы Лингвистика Волновой Генетики Для воздействия Населения Это я не знаю Ребята Я вот Всегда выступаю Сейчас уж Вошла речь Я против Боевого Применения Таких вещей Но как говорится Птичка вылетела Не только мы В этом направлении Работаем Работает весь мир Вот например Люк Монтенье Лауреат Нобельской премии Вот он получил Фантомы ДНК Точно такие же Как мы получаем Но он получил Их на своей аппаратуре Вот те самые Фантомы ДНК Которые мы передаем На большое расстояние Фантомы генов Он получил На своей аппаратуре Продемонстрировал Это в модельном Эксперименте В отличие от нас Когда мы Просто лечили крыс Передавая пул генов Которые Участвуют В генезе Поджелудочной железы Этот пул Там содержит Десятки генов Если не сотни А он взял кусок Кусок ДНК Размером 102 пары Нуклеотидов Передал эту информацию С помощью своей аппаратуры Значит на пробирку С чистой водой И там Биохимики меня поймут И там сделал ПЦР-реакцию То есть Полимеризацию ДНК Так называемое Размножение ДНК На матрице ДНК Вот Но Но Это классическая ПЦР-реакция Она требует Обязательно Вещественной Матрице ДНК А тут Вводят Столько информации В воду Ничего более Только информация И тем не менее Эта вода Способна Синтезировать ДНК Если там присутствует Составляющая ДНК То есть Наполизитрифосфаты Значит Ионы металлов Определенные И ДНК Полимераза И в этой ПЦР-реакция Он получил Мы это сделали Потом после него Правда Хотя мы Его опередили На 10 лет Когда мы С крысами Уже получили А мы сделали С нашей Лазерной Аппаратурой Брали уже Куски ДНК Не 102 пара Нуклеотидов А там 547 пар Нуклеотидов Можно и больше Там просто Упирается В разрешающую Способность Метода И получали Синтез Кусков ДНК С которых Считывали Информацию И потом Секвенировали И у нас Совпадение 99% У него 98% То есть Практически Практически 100% Совпадение Вот что Делает Значит Квантовая Генетика Видите Так Дальше Алексей Войтенко Петр Петрович Вы ловили Фотоны Из ДНК Есть описание Эксперимента Откуда Это взялось Вообще Ну это Работы Классика Фрица Альберта Попа Значит Вы Зайдите В интернет И наберите Фриц Альберт Поп И его Видят Там Десятки Десятки Статей По этому поводу Да Ловили Начиная С 20-х Годов Прошлого Века Когда Наш Гениальный Предшественник Гурвич Анасян Гаврилович Значит Излучение Проростка Гороха Продемонстрирует Да Вот такие Деляющиеся Клетки Излучают Ультрафиолетовый Свет Слабый Это 20-е годы А сейчас Это четко Показано Аппаратуре Которую Разработала Фриц Альберт Поп Действительно Любая Биосистема Излучает Из своих Клеточных Ядер Из своих Хромосом Из своих ДНК Излучает Вот этот Цвет В диапазоне От 250 До 800 Нанометров Это Классика Биофизическая Классика Идем дальше Вопрос эфира Владимира Измитича Петр Петрович Могли ли Пришельцы Сквозь огромное Пространство Спроецировать На нашу Планету Волновой Генетический Сигнал Зародив Таким образом Жизнь на Земле Конечно Я об этом Тоже не раз Говорил Вот смотрите Дева Мария Непорочное Зачатие Она же Родила Христа Непорочно То есть Не было Спермы Но была Квантовая Сперма По-видимому То есть Любой миф Так сказать Библейский Он имеет Видимо Какую-то Основу Поэтому Возникновение Жизни на Земле Как раз Могло Произойти Именно Таким Квантовым Нелокальным Путем Когда Абиогенно Синтезированные В первичном Так сказать Бульоне Океанов Когда Синтезируется ДНК Короткий Отрезочек Но они Такие Бессмысленные А они Абиогенно Могут Синтезироваться Спокойно Разряд Молнии Например Или Высокие Температуры Или еще Какие-то Вулканические Извержения Синтезируются И Полипептиды И Полинуклеотиды ДНК РНК Но Они же Бессмысленные А вот Когда Привнесена Внешняя Информация Разумная Квантовая Информация Генетическая Информация То Вы Можете Получить Гены Что Может быть И Произошло На Заре Эволюции Земли Хотя Есть и Другие Версии Когда Человек Сразу Получен И Подсажен С Других Планет Но Это Пока Трудно Доказать А Вот Эти Дарвиновские Процессы Эволюции Это Может быть Обратный Процесс Не Эволюция А Инволюция Когда Человек Разумный Если он Попадал В соответствующий Неблагоприятный Услой Он Постепенно Деградировал До уровня Обезьян Обратные Процессы Есть такие Идеи Не помню Автор Этого Поэтому Все эти Гоминиды Которые Найдены Австралопитек И так Далее Это Все Деградировавшие Люди Которые Были На высочайшем Уровне На уровне Атлантиды Например Которые Баловались Волновой Генетикой И Сама себя Угрокова Возьмите Эти самые Фрески На Египте На храмах В пирамидах Там же Есть Птицеголовые Люди Собакоголовые Люди Такие Гибриды Вполне Возможно Были В момент Экспериментирования Можно Получать Вот такие Гибриды Да и Сейчас Это Делают Без Без Волновой Генетики Просто Сливая Яйцеклетки Допустим Собаки Я видел Снимки Ужасающие Это Просто То есть Лежит Собака Похожая на Таксу Длинные уши Лицо Такое Как бы Человеческое Ну Конечно Там Перебивает Собачья Направленность Но Руки Ноги Человеческие И Щенята Уколо нее Сосут ее Или лежат Рядышком То же самое С такими Ручками Ножками Человеческими Это Реальный Снимок Реальный Видно Что это Не ретушь Не фотомонтаж То есть Это уже Такие вещи Делают И это Целое направление Которое Официально Уже В Штатах Разрешено Для чего Это делают Выращивают Таких Человекоподобных Звероподобные Все-таки Существа Человека С Например Свиньей Собакой И так далее Для того Чтобы Изымать Органы И ткани Делать Пересадки Пересадку Сердца Потому что Сердце Подсаживают Уже Сейчас Наверное Известно Своим Блайберга Но Это Все Надо Ждать Когда Кто-то Там Умрет Это Долго И Точно А тут Взял От собаки Вернее От гибрида Человека И собаки И Почки Пересадил Себе Для чего Это Делается Хотя Это Ужасно А вот Лингвистская Лоногенетика Позволяет Обладиться Без Этого Можно Просто Манипулировать Квантовыми Генами И все И у тебя Будет вырастать Регенерирует Все что Почки Печни Сердце Сосуды Поджелудочная Железа Там Гонады Все В принципе Можно Все Кроме Головного Мозга Вот Головной Мозг Это Уже Проблема Там Все Память Опыт Человека Вот Здесь Стоп А Все Остальное Можно Выращивать Регенерирует Вот Таким Квантовым Путем И Не Надо Этих Звер Людей Делать Зачем Это Жутко Да Итак Следующий вопрос Эфир от Данила Петр Петрович Лингвистика Волновая Генетика Влечает ли Себя Какие-либо Основы Квантовой Физики Благодарю За ответ Уже Частично Ответили Если Есть Дополнение Можете Ответить Если Нет То Идем Дальше Что Время Не тратить А что В чем Вопрос Что Ну Если Основы Квантовой Физики Лингвистика Волновой Генетики А как Фундаментальнейших Я говорю Что я не лезу Сюда Но там же Фундаментальные Явления Используются Которые Физики Давно изучают Например Возврат Ферми Паста Лазерное Излучение Голография Квантовая Нелокальность Это Огромные Направления Физики Теория Локализованного Света Вот это Все Базовые Такие Мощные Явления Физические Которые Сейчас Достаточно Хорошо Изучены И вот Если их Толково Применять В генетике То можно Получить По крайней мере То что мы Получили А это Уже Немало Так Алексей Ветенка Как луч Может считывать Приемник Был ДНК Сканировали В растворе Вот три Вопроса Одному ДНК Можно в растворе В виде Геля Использовать Можно органы Брать Можно бактерии Брать Можно живые Клетки То есть Лазерный Луч Взаимодействует Считывает Информацию И Так сказать В режиме Голографирования Голограмма Бегущей волны Интенсивности Так называемая Получается Вот такая Спинорная Или спиновая Голограмма В форме Широкополосного Электромагнитного Поля Который Имеет Торсионную Составляющую Вот это Огромное Гонение На Торсионную Физику Которую Развивает Геннадий Иванович Шипов С которым Мы уже 30 лет Время Действуем Написали Недавно Семьсоменцию Статью Вот это Тоже Пятая Колонна Которая Убивает Все прогрессивное И вот Не дают А на западе Развивается Спокойненько Развивается Используется Уже В космических Полетах Это все Там Движение Аппаратов Которые Спутники Которые Там У нас Летают Сейчас Уже Используют Принципы Торсионной Торсионной Физики Это не Моя область Но торсионика Работает В генетике Как часы Так первая часть Вопроса Как луч Может считывать И был ли приемник Немножко Некорректно Поставлен вопрос На как считывать Я сказал В режиме Голографирования То есть Когда вы Задируете Объект В режиме Голографирования Значит Долго Рассказывать Какой это режим Вы получаете В итоге Излучение Вот Типа Такой Широкополосной Электромагнитной В форме Голограммы Бегущей Волны Интенсивности А приемником Служит Биосистема На которую Это И нацелено Это излучение Вот как Например Когда мы Вездействовали На Прорастающие Семена Картофеля На прорастающие Семена Резушки Таля И так далее На картофель Это Приемники Приемники Вот этого Торсионного Излучения Торсионный Если хотите Торсионный Голограмм Вот Алексей Ваятенко В чате Сразу Он писал Пояснение К своему вопросу Как интересно Луч может считывать Что-то с ДНК С живой клетки Там же вокруг ДНК Куча всего Светить-то приходится На поверхность Клетки То есть Он указывает На то Что есть Какие-то Рядом Окружения А не Тоже Сама Клепка ДНК Да Совершенно верно Вы получаете Суммарную Запись Но Когда Вы Здесь На биосистему Да То Отсекается Фильтруется Вот например Когда мы берем Исчитывая Информацию С Спинного мозга Эмбриона Обмортивного Там считывается Все Подряд А потом Все это Чехом Подается На Значит Мезинтимальные Стволовые клетки Но Эти клетки Берут ту информацию Которая им необходима Для Принятия решения Куда Дифференцироваться А это Именно ДНК Информация А не какая-то Другая Которая там Тоже Присутствует Это шум Который Отфильтруется Биосистема Обладает способностью Отфильтровывать Информацию Та Которая ей Нужна Так же Как в толпе Например Вы всегда Узнаете Свою мать Или отца Правильно Хотя там Сотни Тысячи Других людей А вы узнали Это называется Система Распознания Образа Вот это Не углубляясь В это дело Я говорю Что это работает Система Распознания Образа Понятно Петр Петрович Такой вопрос Что если Например Провести Открытый Эксперимент Ну к примеру Есть там Куча слезняков И борщевика В Подмосковье Да Известно Взять например Сделать программу По борщевику И слезнякам Сделать Открытые Съемки Посмотреть Сколько там Борщевика Слезняков Присутствует На гектаре И как Долбануть Как долбануть По ним Потом По всему миру Распространять Вот смотрите Там 1 мая Вот это А 10 мая Вот это 1 июня Вот это 10 июня Вот это Это все звучит Наивно Потому что Я бы тоже Вначале Предполагаю Ох сейчас мы Предложим И все это Кинутся Ничего подобного Ничего подобного Не происходит Значит например Один товарищ Ко мне Просил Давай борщевик Уничтожим Я говорю Хорошо давай У меня сейчас нет возможности Выделять ДНК Из этого борщевика Выдели А я не умею Я не знаю как Я говорю Обратись к биохимикам Иди в институт Договаривайся Плати Получишь препарат ДНК Неси мне Тогда я тебе взял И матом Ой я не могу У меня денег нет Ну нет До свидания А сколько стоит Это того Чтобы выделить Убилок Пришли в лабораторию Например В институт Физико-химической биологии Белозерска Это мой родной институт Я там защищался Кандидатскую Докторскую Другую месту защищал Ну вот Туда договорились Там с людьми Которые работают ДНК Ну они вас могут Послать У них там Своя работа Вот Но если вы предложили Там какую-то сумму Они подумают Скажут Ну ладно Хорошо давай И все Я договорился Как Поскольку я там С ребятами В аспирантуре Еще было Я говорю Коля давай Ну выдели мне Я тебе принесу Эту самую Биомассу Этого Победопсиса Лизушки Толяра Выдели мне ДНК Ну давай Ладно Мне некогда Но выделю Выделил Вот тогда Мы поставили Эксперимент Когда на расстоянии Семи километров Мутации произошли И погибли Значит эти самые Проростки семян Находящиеся В другом Проскитуте Вот Так что Все зависит Как организовать А потом Я уж на эту тему Не хочу говорить Ну раз затронули Да А то Не в порядке жалобы Понимаете Вот официальная наука же Она Вот генетика Она страшно мертвая Поэтому Классические генетики Они Тоже Сумняшися Говорят Ну это бред То что вы говорите Это бред Я говорю Обоснуйте что это бред Вот я вам даю И теорию И эксперименты Где тут ошибка В чем И понимаете Вот это Идет колоссальная волна Охаивания Знаете В интернете Если посмотрите То Как только Нас Не обзывают Ну а Вместе Люди Некоторые поддерживают Особенно те Которые получают От нас Живую помощь Больные люди Мы им помогаем Это понятно Я почему Этот вопрос поднял Если Согласиться Согласиться На такой эксперимент То мы можем Делать клич Просто собрать Необходимую сумму денег Для того Чтобы получить ДНК И потом провести Эксперимент Это первое Мне не удалось Клич Я даже Клич бросил Даже опубликовал Стадию В Соединенных Штатах Да Вот Что можно сделать ПЦР Из фантома ДНК То есть Ты вводишь Информацию в воду Без всякой ДНК Только считал С нее информацию Получил Информационное поле Значит Обработал им Воду И эта вода Становится Способна Синтезировать В системе ПЦР Ту же самую ДНК С которой считал Информацию Все расписал От А до Я И на русском И на английском Все это Опубликовал в интернете Тишина Тишина Вот Продолжение Понятно Что тишина Там Понятно Каким причинам У нас тут Другой вопрос Вот Алексеевая Тенка Продолжает А зачем нужен Препарат ДНК Если можно Снять все С целой Уже клетки Только Что об этом Говорили Да можно Конечно Зависит от того Какие цели Например Если в ПЦР Я хочу доказать Что да Фантом ДНК Его оказывается Можно передать Вести в воду И так далее Я же должен Не взять Суммарную ДНК Мне это не надо Я беру кусок ДНК 547 парнуклеотиков С известной Последовательностью Изученный кусочек Кусок плазмитра Например А дальше Я синтезирую Здесь МПЦР И доказать Да вот Получились Фактически Тождественные моменты Вот донора Вот то что получилось Это одна цель А если вы хотите Другое Например Вот лечить людей Вот как это Мэтью Кохана Там снимается Суммарная информация Вот Со всех нейронов Там куча информации Огромное количество Но берется Избирательно Отсекается С целовой клеткой Только та Которая ей нужна Для того Чтобы принять решение О дифференцировке В сторону нейронов А это генетическая информация Остальная вся фильтруется Она нужна Ну вот давайте Сейчас воспользуемся С тем Что это эфир И потом записи Будут выложены Я обращаюсь Ко всем нашим Радиослушателям И зрителям Которые нас слушают И смотрят Если у вас есть желание Проявить себя Как патриот России Патриот вообще Всего мира Где замучили вас Уже слезняки И борщевик Который Ну вот элементарно Такие вещи Давайте пожалуйста Обращайтесь Создадим такую команду Кто-то съездит В институт Для получения Выделения ДНК Кто-то Там проведет эксперимент Заснимет все Просто подойдем к этому Площади Где у нас Растет борщевик И ползает слезняки Огромное количество Так что за ними Бегать не надо Они сами к вам В гости придут Вот Я поправлю Значит Конечно Сразу размахиваться На большей площади Может быть не стоит Не-не-не Не обязательно В лабораторных масштабах На небольших посевах Так сказать Борщевика Это показать А потом можно Переходить на поля Это понятно Я говорю Что даже здесь Рядом со мной Я ткну просто место Там где Сто на сто Например Растет этот борщевик И там же Среднем ползают Слизняки Там еще другие гады Которые мешают Реально Сельскому хозяйству Заснимем Поставим Измерим Все сделаем Течение лета Пожалуйста Можно измерять Если есть Если есть желающие Пожалуйста Кинем клич Соберем деньги Необходимые Много форумов Молчание Просто молчание Либо Жуткое Ругание Что делать Это же интересно Просто интересно Причем не очень дорого ПЦР Сейчас в любом Институте Биологическом Повторите Это дело Делайте Только чисто Надо делать Конечно За чистоту Никто никого Здесь у нас На радио Ругать не собирается Мы желаем провести Не просто эксперимент А эксперимент Доказательства С дальнейшим внедрением Поэтому если Народная Вот эта Молва И народный Эксперимент Покажет действенность В этом случае Это все будет Разрастаться Как ком Ну опять-таки Я должен Сразу Подстраховаться Гарантий Сто процентов Нет Потому что Одно дело Мы показали На Аравидопсисе Это дело А может быть На других Надо немножко По другому действовать Так что Это не так все просто Это я так Зранее предупреждаю А не потому что Я там боюсь Я согласен Давайте Давайте работать Главное Как говорил Горбачев Начать Да Значит Что потом Кончить Ну что ж Я думаю Что Клич Проведен Произведен Так что Активные Граждане Включайтесь В работу Тем более Если у нас Крупные города Братья Думаю В Москве Человек Десять найдется Которые Смогут Разложить По кусочкам Эту общую Работу Фронт работы И потом Провести этот Эксперимент На небольшом Хотя бы Участке Чтобы посмотреть Какой результат И в дальнейшем Можно его где-то Подработать Сделать Работу над ошибками Если таковые будут Но надо что-то делать А не просто так сидеть И ждать Когда кто-то вам Принесет Панацея От всех бед Ладно Идем дальше Вопросы эфира Толега Из Иркутска Здравия Петр Петрович Какие последние Открытия Совершили вы Ваши единомышленники На данный момент В которых нет В ваших Видеоконтакте Какими Последними Перспективными Разработками Можете Похвалостаться В эфире И поделиться Планами на будущее Благодарю Олег Из Иркутска Ну в общем-то Я говорил Уже Последний эксперимент Это Самый удачный Эксперимент Регенерация Зубов Регенерация Сетчатки Глаза Регенерация Поджелудочной Железы Регенерация Спинного мозга Вот это Наше главное Действие Ну а Остальные Обращаются Люди Нездоровые Лечение Рака Там Других Клещей Это тоже Идет Не 100% Это конечно Идет Нам обращаются Очень многие А вот Основные Ключевые Я вам уже назвал Вот А ну Поскольку Работать Очень трудно То Немножко Сейчас Все это Тормозится К сожалению Вопрос эфира От Андрея Федорова Из Донецка Здравия Соведущим Уважаемый Петр Петрович Есть ли Наработки По лечению Аутоиммунных Заболеваний К примеру Рассеянный Склероз Благодарю За ответ То что Связано С работой Головного Мозга Это Очень Сложная Вещь Очень Сложная Вещь И Тут Мы В самом Начале И к нам Мало Обращаются По этому Поводу Я Головной Мозг Пока Вообще Не Трогал Быть Наиболее Сложная Вещь Единственное Что нам Удалось Значит Вот Рождается Дауна Это Связано Тоже С работой Хромосомы С работой Головного Мозга Тоже Конечно По всему Организму Дауны У нас Несколько Случаев Было Хитрян Такой Мальчик Мы его Как бы Подняли Сейчас Нормально Там Лишняя Хромосома Лишняя Хромосома Трисомики Дети Трисомики Лишняя Хромосома Она Портит Все И Видимо В наших Вариантов Методик Мы просто Выключаем Лишнюю Хромосому И Значит Идет Такое Благоходное Воздействие Человечек Как бы Начинает Выходить Из состояния Даунизма Вот Еще Одна Вещь Которая Нам Удалась Но Потом Нас Там Выплевали Это Особная История Это Муковисцидоз Когда Мутация Особенно Частая Мутация Номер 508 Там Тренаплеотида Вылетает Из гена Фермента Который Абсолютно Необходим Значит Если Этот Ген Мутированный Такой Да С Дилецией То Ребеночек Заболевает Муковисцидозом Но задыхается В собственной Слизи Перестает Нормально Дышать В конце концов Погибает Сто процентная Смертность Нам удалось Снять информацию С сестрой Больной Девочке Алисе Передать Эту информацию На больную И она Нормально Вышла Это был Первый Случай Излечения Муковисцидоза Ну и потом Эту бедную Мамочку Запугали Ну это Особый Сори Но самое главное Что мы Получили Кстати Косвенную Доказатель Того что Работает Фантом ДНК Потому что При анализе Ее На Предмет Наличие Мутации После Нашего Воздействия Мутация Осталась То есть Дилеция Осталась А ребенок Здоров Значит вопрос Почему так Получилось Как раз Вот квантовый Эквивалент ДНК Этот кусочек Вставляется В это место Где Дилеция И обманывает Фермент И синтезируется Нормальная Молекула Белка Вот Так же Как в экспериментах С передачей Информации На воду Где как бы Нету Вещества А ДНК Синтезируется Вот это Из этой Оперы Значит Теория Этого Дела Очень Мало Изучена Попытки Так Мои С физиками Дело Поработать Например Матти Питкан Он такой Крупнейший Физик Тоже Его Тоже Так сказать Гноят Всячески Крупнейший Физик Финский Он говорит Без темной Материи Тебе не Обратить Генетический Аппарат Он не может Работать Без темной Материи Поэтому Чтобы Объяснить Вот этот Эффект Синтеза ДНК Когда ты Вводишь Информацию И все Значит Там Образуется Темнофотонная Копия ДНК Которая Потом Превращается В нормальную ДНК И дальше Ты ее Реплицируешь Значит Мы даже Написали Совместную Работу С ним Вот Его Теория Сложна Мне Она Совершенно Непонятна Я ему Дал Фактический Материал Теперь Геннадий Иван Шипов Подключился Я говорю Объясни Мне Почему Фантомы Работают Ты слишком Много Хочешь Описать Даже Поведение Фотона Или Электрона Это Огромная Задача А ты Хочешь Сразу С ДНК Работать С генами Так что Тут Сложновато Еще Пахать Пахать В самом Начале Находимся Хорошо Здесь Продолжаются Разговоры По поводу Эксперимента Я готов Я готов И так далее Если вы готовы Принять участие В эксперименте Нужны будут Люди Различной Квалификации Кто-то С точки зрения Может быть Ученого подхода А кто-то Может быть С точки зрения Похода Куда-то То есть Ногами Для того Чтобы что-то Принести Донести Взять И передать Вот Поэтому Будет формироваться Такая группа И одновременно Можете с Петром Петровичем Непосредственно Тоже связываться Чтобы у нас Такой Не был Испорченный Телефон И чтобы Эта группа Формировалась Друг друга Держали в курсе Дела И тогда Когда уже Будет понятно Что группа Сформировалась И понятно Кто чем занимается Понятно Какие нужны Суммы Или не нужны Суммы То в этом случае Можно уже К лету проводить Какие-то эксперименты Самая главная Бонус Сделать так Чтобы нам Не мешали Это единственное Что я прошу Это первое Второе Понимаешь Финансовая помощь Потому что мы Ставим эксперименты Исключительно Заработанных Деньгах Государство Нам ни копейки Не дало еще Да А только наоборот Преследует Так В лице Комиссии По борьбе Злженаукой Которую Возгубляет Александр Александр В общем Ладно Про него Не буду Так Говорить Но Парадок В том Что Например Они разогнали Направление Связанное С холодным Ядерным Синтезом Некоторые Бактерии Способны Счастливать Синтез Самых разных Изотопов Которые Можно получить Только на Синтезах Изотопрованных На ускорителях Это огромные Деньги Это огромная Задача И получают Очень малое Колюс А бактерии Совершенно Спокойно Синтезируют Практически Все Объявлено Лженаукой Затопкано Втопкано В грязь И так далее А значит Одна из групп Очень мощная Которая добилась Больших успехов Она просто уехала За рубеж И там Сейчас Совершенно Спокойно Все это делают Теперь мы будем За огромные деньги Покупать у них Изотопы Которые нужны Для космических Средневеков Для Вооружения И так далее Вот вам пример Работы Этой самой Комиссии По лженауке Как пятой колонны Которая вредит Ну я что делал Есть сейчас Масса материала В этом В интернете По поводу того Что функции Вот этой комиссии По лженауке Это вредительские функции А Александров Который запретил Так сказать Говорить и думать О холодном Ядерном синтезе Его внук Работает В Соединенных Штатах Именно по холодному Ядерному синтезу Это анекдот Здесь это Лженаука А там это Не лженаука Понимаете Все лженауны Вот как делают Перетаскивают Наших же ученых Туда Все Ну видимо Кому-то это надо Конечно надо Да Итак Наша задача Провести Эксперимент Чистый Никого не хаять А добиться Результатов Поэтому Понятно Что никто Помогать Особо Из тех структур Которые здесь Вспоминались Нам не собирается Поэтому Все в наших руках Делаем все аккуратно Никому ничего Не лезем Объяснять Никому ничего Не доказываем Просто делаем Фиксируем И дальше распространяем По-тихому Вылечили Мэти Кохина В ЮАР Не здесь Не в Москве Это невозможно А там В ЮАР В Леганасбурге Так Вопрос эфира От Алексея Ватенко Сегодня он очень активен Почему нет публикации По результатам экспериментов И почему опыты Не проверены В медиалайне Нету статьи Вот чего Навалов Это публикация Пожалуйста Значит Я вам целый список Могу дать Зайдите Просто в гугл И хотя бы Закажите Для начала Мою третью монографию Лингвистико-могеном Теори-практика Это изданная Третья монография В 2009 году Совсем недавно В прошлом году В 2016 году Вот недавно Вышла наша статья По фантому ДНК По ПЦР фантома ДНК В 2015 году Вышла статья По пересмотру Модели генетического кода Вот эта лингвистическая Составляющая Генетического кода Я подробно Разобрал ее В этой краткой Сжатой статье Более детально Это вот в этой монографии Лингвистико-могеном Теори-практика Третья монография А уж три этих монографии И везде эксперименты Приведены Особенно вот Этой третьей монографии И в последних Наших публикациях Тоже эксперименты Эксперименты Солнце задает вопрос Эфир Петр Петрович Здравия Значит ДНК человека Содержит текст И это видимо знание Отличается ли знание Разных людей От чего Зависит эта разница Есть ли она Конечно есть Благодарю Что значит Разница В знаниях разных людей Если они знают Одно и то же Значит одинаково Поэтому вопрос У меня Не совсем корректно Сформулирован Я так думаю Здесь идет разговор О том Что давно Есть такое понятие Генетическая память Или родовая Еще кто-то называет Памятью Видимо она может Из-за того Что отличается Геном человека Разных людей И отличается Эта память Наверное Это касается Ментальных функций Которые тоже Генетически Запоминаются Конечно они разные Потому что Человек Каждый человек Духовный опыт Отличается от другого Это понятно А что касается Основных Стратегических Физических Характеристик То они у нас Одинаковые Для всех Одинаковые Для всех С небольшим Вариацией У всех Два глаза Один ног Две руки Две руки Пять пальцев На ротах Ногах Это все Одинаково Стратегия На этаж Хорошо Идем дальше Алексей Войтенко Продолжает Вопрос Экспериментально Показано Наличие ЭПР В живых Тканях Эту область Платформе Фантомов ДНК Вот С этого Все Началось Вопрос Эфира Владимира Из Тулы Петр Петрович Как бы на Руси Научиться жить По божеским законам Жить не железобетонных Улих А на земле Матушки Есть экологически Чистые продукты Получать в школах Институтах Настоящее знание Не делать кровосмешение С другими народами И какое ваше отношение К Герману Стерлику И его отзывах Об ученых Я про Стерлику Мельком что-то читал Ничего не могу сказать А так То что вы говорите Мне всегда напоминает Призыв к Аталии Аполь Ребята Давайте жить дружно К сожалению Это в жизни Не получается Потому что Мы все живем В разных условиях Одних хороших Других плохих И всегда идет Разделение людей По уровню жизни А раз так Значит Будет всегда драка Другое дело Чтобы как-то Это делаем Другой аспект Чтобы это Нивелировать Снять эти противоречия Но не получается Наоборот Они приобретают Крайняя форма Крайняя форма Форма Вот этих Цветных революций Игилов Всяких И прочие-прочие вещи То есть Народ совершенно Озверел Вот это Очень страшная вещь Что делать Непонятно Может какую-то Такую прививку Здравомыслия Так себе Включил генератор Раз Все так Ух ты Чего мы до этого Глупостями занимались Давай-ка будем Хорошими делами заниматься Ну нет Это принцип Волновой гибридизации Людей Но я уже об этом Не говорю Особая тема Для разговора И можно себя улучшить Ну да Хорошо В эфир От Олега Из Иркутска Уважаем Петр Петрович Выражаем Глубокое уважение Низкий поклон За ваши разработки И помощь людям Особенно маленьким детям И за огромный вклад В возрождение Отечественной науки Хочу вам В преддверии Вашего юбилея Пожелать здоровья Испешного труда И терпения Во всем Слушатели Народного славянского радио Всегда с вами Всем вам благ Всех вам Благодарю Так дальше Настасья Рысь Вопрос в эфир Здравствуйте Петр Петрович У меня такой вопрос По ведическим писаниям Любой болезни Говорится так О сигнале нарушения Связи человека С окружающим Его мир и природой А самое главное О раздрае Самим собой В тех же ведических писаниях Говорится о лечении Болезни на нескольких уровнях И самый главный Уровень духовный Облучая человека Даже положительные Информации Записанные Со здоровых клеток Запуская в организм Процесс регенерации Но при этом Никак не меняя Его внутреннее состояние Есть риск Получить ту же болезнь Но в более запущенной В суглубленной форме Чуть позже При этом человек Духовно не развивается И не меняется И получает исцеление Лишь на уровне организма Но никак Не на уровне души Что вы можете сказать По этому поводу Заранее благодарю за ответ Да ничего Не могу сказать Конечно Хорошо бы Сразу и душу лечить Понимаете Ну дай бог Тело вылечить Потому что тело Страдает Ну и люди страдают Значит надо им Так сказать Помогать При этом Меня упрекают Вот здесь такого Укрёка не было Но я всё-таки скажу Говорит что Господь же Он определил Что этот человек Вот Плохой Поэтому он заболел Вот Но Мы же считываем Информацию Со самого человека В его Так сказать Начальном этапе Например В детстве Когда он был чист И эту информацию Его же Божественную информацию Возвращаем Ему же И только в одном случае Вот когда мы Регенерировали Спиной мозг Мы брали Информацию От Эмбриона Рабортивного Когда мы Регенерировали На благо Так сказать Этого человека Его спинной мозг Вот и всё А так вообще Если Разбираться В этическом Аспекту Нашей работы То тут Сложнейшая Вещь Потому что Мы действительно Вторгаемся Как бы В замысел Божий Вот Хотя я считаю Богом Всю природу Но мы Всё-таки Вторгаемся В это И это В общем Может быть Небезопасно Поэтому мы Отдаём себе Отчёт В это Понимаем Это Но в рамках Так сказать Как бы Допущенного Работаем Потому что У нас были случаи Когда мы Залезали Немножко в сторону И нас наказывали То есть Надо тут Соблюдать Как говорится Правила Умничного движения Высоком Стос этого Согласен Вопрос эфира От Алексея Войтенко Из Москвы Разве Мезенхимальные Клетки Профилируются В нейроны Нервная ткань Ведь из Эктодермы Происходит А мезенхима Из Мезодермы Эксперименты Показывают Что Если считывать Информацию С нейронов Спинного мозга И программировать Стволовые клетки То Стволовые клетки Идут По Типу Нейронов По Нейропутинам Нейропути Идут По нейрогенезу Это чисто Экспериментальная Догодасть А это значит И уже на человеке Но предварительно Мы Это отработали В модельных Экспериментах На крысах Даже Никаких Противоречий Мы не видим С чего Считываешь Информация То и получается Так Дальше Василий Васильевич Такой Технический Вопрос Будущего Так как Фантастика Звучит Есть ли такая возможность Сделать устройство Позволяющее Считывать Настроение Растений И их потребности И реализовать их В механическую энергию Например Захотел помидор попить Поехал Сам на тележке И попил Или стало ему жарко Он сам закрылся от солнца То есть Улавливать Вот эти настроения Растений Для того Чтобы потом что-то Ну есть конечно Фантастика уже дальше идет Но Понятно Чтобы растениям Помогать Выживать Водичку там Открыл Стало ему жарко Немножко далековато Хотя такие случаи Известны Что у растений Есть настроение Это Бакстеровские Эксперименты Которые Легли в основу Детектор Лжи То есть Растения запоминают Человека Который их повредил Если поставить Датчики на листья Растений То человек Который повреждал От растений Только входит Он в комнату Датчики Сразу срабатывают Понимаете То есть Какая-то Вот такая Если это Можно сказать Духовная Составляющая У растений Есть Оказывается То есть Не такая же Фантастика Но такого прибора Еще до конца Наверное Есть Это далековато Конечно Чтобы растения Бегали Как и за водой Зачем Они по-другому Не ну хотя бы Чтобы это Включалось Вода уловила На строение Растения Не просто там Стоят датчики Я обратил товарища К работам Левашова У него есть Специальный том Я вообще не помню Какой Седьмой что ли Том Где он Описывает Что происходит На Участке Так Если можно так Сказать Во Франции Купленном участке Где у него Там замок стоит С женой Там жили Сейчас к сожалению Оба они покойные Но они там Достигли Гигантских успехов Там Морозная Такая холодная Часть Франции Где холодная Зима очень А у них там Цветут Во время Зимних Любых Морозов Цветут И плодонозят Тропические растения Более того Там нет воды Он создал Такой генератор Который позволяет Синтезировать Воду Из воздуха Из чего-то Там На лещу Но это Запредельное Такое Но это факт И вы посмотрите Эту книгу Его Там Десять томов Я там Три тома Прочитал Ну это Потрясающий Человек Был Конечно Я даже С ним Познакомился И был На одном Из его Докладах В выступлении Точнее Это гений Просто гений Вот он Мог Творить С метаболизмом Человека И растений И животных И бактерий Все что угодно Своим Сознанием То есть Сознание Наше Способно На все Обладает Демиологическими Функциями Хорошо Следующий вопрос Всем здравия Уважаемый Петр Петрович Если трассионные Составляющие Передаются И звуком И голограммой То есть Зрительным Представлением Зримой Структуры То каков Алгоритм Перевода Одного Представления В другое Рассматривался Ли вами Язык перевода Геометрических Образов Звуковые Музыкальные С уважением К вам Вашему Неоценимому Труду Понятно Даю Точный ответ Я их очень Люблю давать Ответ Точный Не знаю Надо работать Но в самом Начале Лена Трисемерки Вопрос Эфир Здравия Скажите Пожалуйста Возможно Ли вашим Методом Плохого Человека С плохой Например Генетики Изменить Лучшую Сторону Получить Так сказать Породистый Вариант Ну Все таки Затронули Эту часть Да На самые первичные Такие С добровольцами Которые выразили Согласы И так далее Я их предупредил В опасности Да Можно гибридизовать Людей На ментальном уровне И физическом Торе У меня два таких Случа Один Парень работает Со мной сейчас Интенсивно Вот Он получил Определенную информацию И поменялся Очень сильно А другой тоже Значит Был несчастный Такой Забитый Готов был уже Покончить с собой Я его гибридизовал Соответствующим Человеком И он Значит Сейчас С палки Бросил Творческие Способности В возрасте На порядке Засыпал Идеями Поначалу Правда Я потом Говорил Слушай У меня своих Идей много А ты тут Уже со своими Значит Да Это происходит Два удачных Эксперимента Но и повторя Не опасно Поэтому Надо Проверять Очень большой Осторожности Радосвета Где Вопрос Эфир Где найти Расчетные Реквизиты Институт КПП Горяева Для оказания Денежного Содействия Просто Написать На мою Электронную Почту Горяевсобачка Mail.ru В моем Сайте Есть Сайт WaveGenetics.org Ну Я не знаю Сумеете ли Написать Wave Английское Слово Волна Wave Без пробела Genetics В конце S И .org Там Значит Есть Или В конце Канцов Позвонить Мне по телефону Я СМС Дам А телефон У меня Простой Значит 8 8 985 434 04 25 8 985 434 04 25 Я СМС Дам Все Смей Реквизиты И так далее Так Василий К Вопрос В эфир Есть Общий Генетический Код Человека А значит И Голографический Образ Человека Если Этот Образ Кто-то Изменит А затем Будет Облучать Группу Людей У них Произойдет Генетические Изменения Так Как это Или Никак Ну Тут Немножко Не Прав Вот Есть Стратегическая Информация На Одно И Та Жаль Это О Белках Гены Белков Они Одинаковы В своем Большинстве Процентах На 98 Для Всех Белков Белков Они Одинаковы Для Всех Белков А вот Высшая Генетическая Информация Которая Заключена В Голограммах Она Же И Ментальная Информация Это Уже То Что Отличает Человека Одного Человека От Другого Человека Значит Только Что Говорил О том Что В принципе Можно Гибридизовать Людей Но Это Опасный Путь Поэтому Можно Конечно Делать Такие Гибридизации Да Можно Ну Опасно Но Это Полезно Еще Вот Компланы И Нужно Быстрое Обучение Детей Потому Что Мы Тратим На Обучение Самих Себя 10 лет В школе 5 лет В УЗИ 3 года В аспирантуру 18 лет Допустим А Если Используют Наши Технологии То В принципе Ничего Этого Не Пробовали Но В принципе Насколько Уже Гибридизация У нас Происходила И Творческие Способности Передавались От Донора То Можно Быстро Обучить Детей То Не Обучать 10 лет А За Два Месяца Обучить Это Будет Рывок Человечный Вперед Сейчас Дети Индиго Они И получают Эту Информату Дети Индиго Они Превосходят По Интеллекту Нас Всех Так Елена 777 Хотя Это Уже Озвучилось Но Вопрос В эфир У вас Есть Архив Ваших Опытов Где С ним Можно Ознакомиться Ну Какой Архив Мой Сайт Вот Вам И Архив Мой Сайт wavegenetics.org А так Что-то Хранится На дискетах Что-то Хранится На дискетах В дисках Наших Наших Компьютерах Что-то Хранится Так что Конечно Коль-какая память Есть Алексей Из Вологды Вопрос Эфир Будет ли Работать Способ Лингвистика Волновой Генетики При болезни Паркинсона Опять Это связано С поражением Головного Мозга И здесь Надо быть Аккуратным Мы сюда Пока не Лезем Дай Бог Более Простых Вещах Хотя Теоретически Да Может Делать С мозгом Человека Все что угодно Уже и делают Знаете Ну делает Как НЛП Нервно-лингвистическое Программирование Это типичная Лингвистическая Генетика Потому что Слово Есть ген И словами Можно С человеком Все что угодно Сделать Превратить Его в монстр Или наоборот Воспитать В какого-то Гениального Человека Это все С помощью Слов делается И поведения Собственного Ну да Известный факт Слово Это очень Мощно Слово Можно вылечить Можно убить Так Дальше Василий К Вопрос Дополнение Видим К тому Что уже сказали Голографический образ Это текст Информация Можно с помощью Волновой генетики Обучать людей Так это Ну сказали Что да Можно Можно просто Дополнить Отвечал Елена Трисемерки Вопрос Эфир Вам еще Нужны Добровольцы Нет Добровольцев Очень много Многие Обращаются Но поскольку У нас коллектив Маленький Просто Микроскопический Нам уже Не дают Развернуться Поэтому Пока не надо Если будет Помощь Конечно Понадобятся Помощники И специалисты Но конечно В первую очередь Нам нужны Генетики Математики Физики Лингвисты Эмбриологи И т.д. И т.п. Но с учетом Специфики С учетом того Что безденежье Да В данном случае Ну да Все таки Эти вопросы Надо тоже учитывать Все вопросы Мы озвучили Можно В заключении Что-то Еще по теме Сказать Доброе Вечное И заканчивать Наш сегодняшний эфир Ну что сказать Ребята Нам надо просто Быть добрее Друг другу И прощать Вот я тоже Это понял Немножко поздновато Прощай Ближнего Даже если Он тебе Неприят Если он Тебе Вредит Потому что Он несчастный Человек Вот злой Человек Это несчастный Человек Давайте Мы не будем Несчастными И это уже Будет счастье Хорошие слова Правильный посыл Присоединяюсь Полностью От себя Дополню К конце По поводу Народного Эксперимента Я не шучу Если у вас Есть на самом деле Желание Принять В народном Эксперименте Участие В любом виде Кто-то деньгами Кто-то ногами Кто-то головой Кто-то руками Кто-то временем Потраченным Потому что Надо все это Отслеживать Все это записывать Чтобы это Получилось Не просто так Эйфория По поводу того Что-то произошло А что непонятно А так Чтобы это все Зафиксировать Чтобы это было Все подтверждено Были видеоматериалы Были текстовые материалы Чтобы это все Было измерено И так далее То пожалуйста С нами Связывайтесь Народное Славянское радио На сайте Есть форма обратной связи Пишите Будем формировать группу Параллельно можете С Петром Петровичем Связываться Есть группа ВКонтакте Есть скайповские Есть телефон ВКонтакте Пожалуйста Связывайтесь Но особо не перегружать Этими вопросами Потому что На каждый чих отвечает Наверное Времени нет Поэтому лучше Формировать группу И уже после этого Давать какое-либо предложение Это на мой взгляд Более правильно будет Абсолютно правильно Вот Поэтому Есть желание Давайте Соединяться Давайте Объединяться Какие-то Координационные действия Своей стороны Мы предпримем Но надо не забывать Что в этой группе Должен появиться Свой Такой Научный Ну может быть Помощник Руководителя Который возьмет Организационные Все вопросы И всех будет Расставлять Не так что Иногда думают Ну вот сейчас Петр Петрович Там расставит Изделие Алексей нас сейчас Расставит И все сделаем Нет В данном случае Группа Будет формироваться И как народная Где вот Будет Самоорганизация С нашей Естественно Помощью Чем можем Тем поможем Вот такой посыл Напоминаю Что сегодня По одному из Современных календарей 17 января 2017 года Вторник По одному Из старинных 38-й день Месяца Белого сияния Покой мира 7525 Лето Четверик Мы говорили Про принципы Лингвистика Волновой генетики Это была уже вторая у нас Вторая передача На Народно-Славянском радио С Петром Петровичем Горяевым Вот Верите в это Не верите Проверяйте Если не верите Если верите Изучайте тему Хотите принимать участие Пожалуйста Принимайте участие На этом В принципе Я с вами И хочу Распроститься Надеюсь Наши встречи Будут продолжаться С Петром Петровичем Будет делиться Новыми какими-то результатами Когда это будет Ну что ж Следите за анонсами И анонс вам все расскажет Благодарю Петра Петровича За очень интересную беседу Благодарю всех Благодарю всех наших радиослушателей За то Что очень активно Участвовали в чате Переписка Дорогого стоит Очень много Интересных Познавательных Здесь было Моментов В чате Завидуйте Кстати Те кто в чат еще не вошел На 7 я с вами прощаюсь Желаю вам всего Самого-самого доброго Друзья мои До новых встреч Услышимся Всем добра До свидания Народное славянское радио Все нужно Все важно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»